МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вы узнаете в подробностях о загруженности курортов Краснодарского края по версии администрации Кубани в цифрах, когда откроется новая детская поликлиника, о жалобах на вывоз мусора ТКО, как начнется учебный год, почему детям запретили купаться и не только. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власти Краснодарского края считают высокой загруженность отелей на Черноморском побережье. Несмотря на ужесточившиеся правила заселения, загруженность гостиничного фонда всех основных курортных территорий Краснодарского края остается высокой. Об этом сообщается на сайте администрации края. Так, например, заполняемость средств размещения в Сочи сейчас составляет 77%. В Анапе – 80%, а в Геленджике – 86%. Ранее эксперты предрекли снижение турпотока по итогам августа. Ассоциация туроператоров сообщала, что край потеряет до 55 миллиардов рублей из-за строгих ограничений. Так, по статистике, единовременно в Анапе отдыхают 128 тысяч человек. Работают 1493 объекта размещения. Массовых аннуляций туров в Анапе не фиксируют отмена брони на август до 16%. Прогнозируемая отмена на сентябрь – 4%. С начала года Анапу посетили почти 2 миллиона человек, а также 438 тысяч однодневных туристов. Планируется, что в августе на курорт приедут до 700 тысяч туристов. Новый филиал детской поликлиники планируют открыть в начале следующего года. На площадке важнейшего для города социального объекта побывал мэр Анапы Василий Швец. Вместе с главным врачом городской больницы он осмотрел ход ремонтных работ филиали, который откроется на первом этаже дома по улице Астраханской, 97. Площадь помещения почти 500 квадратных метров. Здесь будут обслуживаться 10 педиатрических участков, которые позволят охватить жителей близлежащих микрорайонов. Предусмотрено 5 кабинетов врачей-педиатров, процедурные прививочные кабинеты, кабинеты функциональной диагностики и приема больных детей, комната здорового ребенка. Сумма ремонтных работ составит порядка 10 миллионов рублей. Степень достаточно высокой готовности помещений. Когда у нас срок окончания? До конца года я надеюсь, что мы будем иметь полностью готовое, оснащенное мебелью и оборудованием, полноценный филиал. В настоящее время в помещении смонтированы перегородки, а штукатурены стены, завершены шпаклевка и окраска стен. Ведется монтаж системы кондиционирования и электропроводки, подключение систем водоснабжения и водоотведения. Старый филиал детской поликлиники в 12-м микрорайоне тоже сохранится как медучреждение. Мы в генеральном плане сегодня фиксируем на будущие места как раз по строительству будущих поликлиник, будущих больниц. Я сейчас не говорю про глобальные задачи, которые у нас стоят. Мы будем строить медицинский кластер, который большой здесь относительно первой доступности. Также мэр Анапы рассказал, что сейчас идут проектные работы по строительству новой большой поликлиники в границе субцехом. И попросил главного врача городской больницы подключиться к процессу и высказать свои профессиональные пожелания проектировщикам. В следующем году мы вместе с вами должны начать строить большую поликлинику на границе города Анапы и субцеха, вот там, где в городе. Сейчас работа уже предпроектная проводится. Я попрошу, чтобы вы включились именно экспертно, именно профессионально включились в наполняемость этого объекта, который там должен быть в техническое задание, формирование технического задания, чтобы мы там построили полноценную, хорошую, большую поликлинику. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. Число жалоб по обращению с твердыми коммунальными отходами выросло в Краснодарском крае с начала года, сообщили при службе администрации региона. С начала года в мой адрес поступило более 1100 жалоб на обращение с ТКО. Чаще всего жалуются жители Анапы, Краснодара, Абинского района и Тимошевска, что говорит о недоработке рекоператоров. Нужно четко контролировать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов даже из самых отдаленных поселений. Жители платят за работу рекоператоров и должны видеть результат, а не горы мусора, сказал 5 августа в ходе часа контроля губернатор Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил подчиненным лично проверить жалобы, чтобы подобные ситуации не допускались. Новый учебный год в школах Анапы начнется вовремя, 1 сентября и в очном формате. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе администрации края. Мы сделали все необходимое, чтобы новый учебный год начался в очном формате. Уже отработали систему организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Администрации и педагоги школ проходят вакцинацию, чтобы обезопасить себя, свои семьи и коллег и учеников, сообщила министр образования науки и молодежной политики Краснодарского края. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты, оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Астраханской, 104. более 200 рублей. После позирования аниматоры резко повысили цену, заявив, что названная выше суммы лишь за один кадр, а их было сделано несколько. Отдыхающие признали, что агрессивные аниматоры буквально заставили отдать им деньги. В итоге, по факту случившегося, полиция провела проверку. В отношении двух жителей курорта составили административные дела, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и чужую жизнь, прокомментировали в пресс-службе администрации Анапы. Напомним, 6 и 7 августа находиться на солнечном пляже небезопасно. В Краснодарском крае прогнозируется сильная жара. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей салон «Красоты Натали» по адресу Анапа, улица Новороссийская, 281. Салон «Красоты Натали» предлагает широкий спектр услуг. Здесь каждая анапчанка сможет почувствовать себя принцессой благодаря чуткому отношению профессиональных мастеров. А анапские мужчины наверняка оценят демократичные цены. Помимо стрижек, окрашивания волос и укладок как для взрослых, так и для детей, здесь проводят процедуры по лечению волос и наращиванию волос. А также к вашим услугам маникюр и педикюр, ламинирование и наращивание ресниц, коррекция и окрашивание бровей. Все виды массажа, восковая эпиляция и не только. Салон «Красоты Натали» позволит вам выглядеть великолепно в любой момент. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды «Океанариум» в парке «30-летие Победы». Здесь всегда есть на что посмотреть и чему удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственно, охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум «Планета Океан» в парке «30-летие Победы». В субботу, 7 августа, ожидается солнечная погода, температура воздуха днем плюс 31 градус. Влажность воздуха 55%. Ветер подует юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 26 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapa.news.com, новости, актуальная информация, события и факты. Все это на сайте anapa.news.com, на странице в Инстаграм, ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok